Всем привет! Меня зовут Жора и скоро наступит Новый Год! А это значит, что нужно с вами голову бежать, скупать подарки, радовать близких и родных этими подарками и друзей. Поэтому я составил для вас несколько подборок того, что можно подарить разным людям. Что можно подарить другу, девушке, парню, родителям. Креативные подарки, подарки менее 100 рублей, которые стоят, подарки, которые можно сделать в самый последний момент, когда вы не успели ничего. И подарки еще какие-нибудь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и погнали! Нашу подборку открывают подарки для родителей. И первый подарок давайте рассмотрим маме. Какие подарки можно подарить своей маме. Первое это постельное белье. Как вы понимаете, постельное белье должно быть не обычное, а какое-нибудь с атрибучкой нового года. Белье должно быть отличительной чертой. Какое-нибудь классное, креативное. Сюда же могут входить красивые подушки, красивые наволочки на подушке, крутящий плед и покрывало. Следующее, что можно подарить своей маме, это посуду. Но ни в коем случае не кастрюлю и не сковородки. Потому что это хреновый подарок, скажу я вам так. Я хочу обратить ваше внимание на изящные вещи. И действительно, это относится не только к посуде. Из посуды что у нас есть креативного? Можно какое-нибудь блюдо купить с рисунком, с новогодним. Можно подарить маме заварник для чая. Различные кухонные принадлежности, но чтобы они были красивые, изящные, необычные. А еще можно купить красивый платок или палантин, который будет реально хорошего качества. Мама будет, конечно, в шоке от вашего подарка, будет вам вечно говорить, припоминать, что блин, зачем ты на меня столько денег потратила. Но сама мама, поверьте мне, не раз за новогоднюю ночь развернет свой подарок и будет наблюдать за этим платком. Если ваша мама креативный человек, любит рукодельничать, то обязательно подарить ей что-нибудь то, что связано с ее хобби. Ну, к примеру, можно подарить ей набор для вышивания. А теперь мы плавненько переходим к тому, что можно подарить своему папе. На самом деле, подарить подарок своему папе, это не квест. Это достаточно легкая задача. И сейчас я расскажу вам, что конкретно подойдет отцу. Папе можно подарить подарок, который связан с его увлечением. У кого-то, может быть, папа ездит на рыбалку, или любит ходить в походы, или зависает в бильярдной. Так, подарите ему что-нибудь, связанное с его хобби. Может явиться фонарик, новая удочка, какие-нибудь снасти, интересные крючки. Если папа у вас электрик, или любит собирать мебель, изготавливает сам мебель, подарите ему набор из отверток, просто набор инструментов. Если у папы есть автомобиль, можно подарить ему что-нибудь, связанное с автомобилем. К примеру, GPS-навигатор, если у вас есть достаточный бюджет. Новые коврики для машины, опять же, если есть достаточный бюджет. Ну, а если вы студент-школьник, и... Ну, можно подарить на самом деле какую-нибудь интересную вонючку в машину, чтобы пахло круто в машине всегда. И папа, чтобы когда входил в машину, ощущал этот аромат и вспоминал вас. И в завершение подборки папе можно подарить тёплый халат. Дальше идёт подборка, что можно подарить своему парню или своей девушке. Итак, своему парню вы можете подарить наушники. Как беспроводные, так и проводные. Если он у вас геймер, можно подарить вот такие вот огромнячие. Далее своему парню можно подарить, по-бабам, фитнес-браслет. Эта индустрия очень сильно развивается, все люди пытаются следить за своим здоровьем. И если парень у вас спортивный, да и вообще, если не спортивный, он должен следить за своим здоровьем, чтобы быть здоровым, чтобы родить детей нормальных. Поэтому подарите ему фитнес-браслет, чтобы он отслеживал норму в 10 тысяч шагов каждый день. Далее можно обратить внимание на беспроводную колонку. Как JBL, так и Sony, так и менее, может быть, дорогие модели. Но поверьте мне, вашему парню точно понравится. Вот, к примеру, у меня вот из балкона, смотри, у меня идут школьники, слушают фейса. Даже у них есть колонка. В эпоху цифровых технологий, когда все пользуются смартфонами, и они быстро садятся, парню поможет Powerbank. Поэтому, девчонки, обязательно подарите парню Powerbank. Ему очень понравится. И мало того, что понравится, а это будет полезный подарок. Поэтому Powerbank покупаем, дарим, и все радуются. Приехал Таратыга. Под окнами тарахтит тут у меня. Не стыдно? Видео я тут снимаю, мне мешают. Я готов поспорить, что ваш парень до сих пор остался ребенком в душе. Потому что все парни в душе дети. И никто не откажется от подарка. Управляемая машинка на пульте управления или управляемый вертолетик. Это просто будет суперский подарок. Если парень любит видеосъемку или фото, то можно подарить ему дрон. Ну, маленький какой-нибудь дрон. Он будет стоить в районе, может быть, 20-30 долларов. Можно найти и меньше. Но эмоции будут зашкаливать. Если он увлечен каким-то делом, прям на 100%, если это его хобби, его увлечение, будь то он фотограф, геймер, видеоблогер, любитель собачек, любитель какого-то фильма, Звездных войн, подарите ему обязательно фигурку с его любимым персонажем. Такую маленькую какую-нибудь, или большую какую-нибудь, или может быть, лего, где эту фигурку можно собрать. Ну и как же без этого? Мужик должен уметь делать абсолютно все. Поэтому подарите ему мультитул. Мультитул это вот такая вот штучка, отвертка со всеми отвертками, ножами, вилками, ложками, зубочистками, в общем, штучка, которая включает в себя абсолютно все функции. О май гарбл? Данила, ты что, crazy? Сейчас я расскажу вам, что подарить своей девушке на Новый год. Парни, обращаюсь к вам. Девочки любят косметику. Они всегда хотят выглядеть на высоте, всегда следят за собой, прихорашиваются. Поэтому подарите им косметику от Нюкс. Любое, что захотите. Но самым интересным вариантом будет палетка. Выглядит она вот так. И почему именно Нюкс? Потому что этот бренд девочки просто боготворят. Также девушке можно подарить утюжок для волос, чтобы ее утюжки, вот так вот за витушки, были улыбка и прически хорошие были, красивая. Также девушке можно подарить бомбочку для ванны. Они бывают разных цветов, разных размеров, разных форм. И если девушка любит принимать ванну, подарите ей бомбочку. Ей понравится. Билли Айлиш набирает обороты и вводит моду на big, super size одежду. Поэтому девочки хотят дома ходить в майках, которые больше их в 200 раз. Подри ей красивую майку, чтобы она была твоего размера. Мужскую обязательно. Девочки хотят большие, огромные майки, которые больше их в 200 раз. Мужские почему-то. Также девушке можно подарить диффузор. Диффузор это вот такая вот штучка. Это ароматизатор для дома. Вставляются палочки в парфюм. И эти палочки потом извлекают весь запах парфюма. Продается в Zara. И можно найти в фикс прайсе, более бюджетные варианты. Твоя девушка будет удивлена, когда ты подаришь ей серьги. Хочу тебе дать наставление. Поднаблюдай, какие серьги она носит. Будь то с бриллиантиками или наоборот какие-нибудь пластмассовые завитушки. Не обязательно дарить золото или серебро. Можно подарить обычную бижутерию. Но бижутерию, которая будет выглядеть сочно, мощно и дорого. Девочке понравится. Ну и напоследок, девушке можно подарить утепленные новогодние носочки. Ну и далее, ребят, у нас идет самый масштабный раздел. Это что подарит ребенку на Новый год. Здесь просто уйма вариантов. Как просто, сколько ребенку лет. Ну, я взял, к примеру, до 12. Что можно подарить? Сейчас я просто буду одним кадром все снимать, зачитывать. Потому что подарков реально много. Поехали. Что подарить ребенку на Новый год? Вот прям смотрю и говорю, от года до 4 лет. Можно подарить игровую палатку. Можно подарить интерактивного питомца. То есть какую-нибудь собачку, кошечку, которая двигается. Можно подарить музыкальные подарки, если ваш ребенок увлечен, увлекается музыкой. Можно подарить ему игрушечное пианино, гитарку, может быть настоящий синтезатор. Можно подарить ему твистер, чтобы он разминался. Твистер. У всех, наверное, была такая игра. Можно подарить ребенку пальчиковые краски и вместе с ним потом что-нибудь нарисовать. Картину какую-нибудь. Если это девочка, ей можно подарить набор для кухни. То есть игрушечные помидорки, морковку, игрушечные ножички, вилочки, чтобы она готовила. Чтобы воображение работало и с детства она приучалась к тому, что нужно работать. Если это мальчик, ему можно подарить инструменты, набор инструментов игрушечных. Это круто. У меня такой был и это класс. Далее, далее, далее. Далее, далее. От 5 до 9 лет что можно подарить ребенку? Можно подарить магнитную доску. Или обычную доску, или два в одном. Почему нет? Можно подарить крутых миньонов, или смешариков, или каких-нибудь других игрушек. Плюшевых, больших, мягких. Девочкам можно подарить кукол, My Little Pony. Мальчики в этом возрасте обожают лего. Родители, подарите лего своим детям огромное. Они будут рады. И еще мальчики любят коллекционировать модельки, машинки. Подарите им хорошую машинку. Для девочек подойдет такие резиночки, фенечки плести. Есть такие наборы, продаются большие. Можно подарить девочке этот набор. И для девочки, и для мальчика. Вообще, для ребенка классным подарком будет Дженго. Когда ты складываешь кубики. В общем, вот так она выглядит. Она у меня есть. И это крутая настольная игра. Дженго. Если вы не знаете, посмотрите и купите. Детям понравится. Далее, далее, далее. Можно подарить железную дорогу или автотрек, чтобы поезд имел моторчик и сам ездил. Вот так вот. По-моему, прикольно. Радиоуправляемые игрушки. Можно подарить радиоуправляемый танк, радиоуправляемую машину, самолет или грузовик. Можно подарить игрушечные рации, в конце концов, чтобы родитель мог переговариваться с ребенком по разным комнатам. Вот, игрушечные часы можно подарить. А можно подарить настоящие часы ребенку с какими-нибудь персонажами, чтобы циферблат был реально настоящим, с батареей, а ремешок был какой-нибудь цветной, детский. Куклы Барби и принцессы девочкам можно подарить. Сейчас очень популярны куклы Лоу. Хотя я не особо люблю эти куклы, потому что они какие-то непропорциональные, ужасные, и я вообще против них. Ну, можно подарить куклу Лоу, если вашему ребенку нравится. Вот. Если ваш ребенок уже постарше, конечно, там, ну, ладно, возьму до 15 лет, можно подарить ему гироскутер. Дорогой подарок, я согласен. Но почему бы и нет? Если это популярно, и ребенок хочет, выпрашивает, можно подарить. Можно подарить различные косметические наборы девочкам, или мальчикам подарить какие-нибудь химические эксперименты, чтобы они экспериментировали, что-то перемешивали, смешивали, или кристаллы, выращивание кристаллов можно мальчикам еще и девочкам подарить. Игровая консоль PlayStation, VR-очки, наушники можно подарить детям. Можно подарить смартфон, если он хорошо себя вел. И делал успехи в учебе. Ну, в принципе, все. А вообще, фантазия безграничная. Детям можно подарить все, что угодно. Ведь кто, как не вы, родители, знаете своего ребенка лучше. Поэтому думайте, что можно подарить. Сейчас мы рассмотрим с вами то, что можно подарить своим друзьям. Погнали. Беспроводные наушники. Не обязательно AirPods, а какую-нибудь реплику можно AirPods подарить. Почему нет? Можно подарить обычные наушники. Можно подарить электронные весы своим друзьям. Фитнес-браслет можно подарить. Очень интересная вещь. Ланчбокс. Где ланч? В боксе, в коробке. Можно подарить ежедневник красивый. Можно подарить крутую ручку. Можно подарить органайзер для документов. А можно подарить экшн-камеру. Далее, если ваш друг путешествует, можно подарить ему скретч-карту. Также другу можно подарить колонку и какой-нибудь укулеле. Если ваш друг читающий, и вы знаете его предпочтения в книгах, можно подарить книгу. Давайте рассмотрим с вами подарки, которые стоят меньше 100 рублей. Погнали. Их много достаточно. Носки с оленями. Чехол для бутылки. Бальзам для губ. Крем для рук. Временные татуировки. Новогоднюю брошь. Подвеску. Подвесные украшения для дома. Детские браслеты. Светящиеся пряди волос. Карнавальные очки. Настенный планировщик. Календарь. Стикер. Чехол на телефон. Декоративная елочка. Воздушные шарики. Наволочка для подушки. И украшения для столовых приборов. Опять же, идите в фикс прайс или какой-нибудь магазин низких цен и можно выбрать там что-нибудь интересное. А теперь оригинальные подарки. Тоже быстренько пройдемся. Оригинальный подарок это что-то крутое и креативное. Погнали. Первое, можно подарить подушку какой-нибудь интересной формы. Например, пончик или пингвин. Можно подарить 3D-ручку. Почему и нет. Внешний аккумулятор. Пауэрбанк. Можно подарить интересные формы. Можно подарить машину для сладостей, которая делает попкорн или делает сахарную вату. Блин, я всегда хотел себе вот штуку, которая делает сахарную вату. Ребята, подарите мне, пожалуйста. Можно подарить духи с необычными ароматами. Например, со вкусом мороженого. Можно подарить сертификаты или курсы. Привожу в пример фотограф. А если человек фотограф, подарите ему курсы на повышение квалификации в Москве. Это если у вас много денег. Чтобы он погнал туда на курсы. Или вообще сертификат можно подарить в магазин косметики, в квест комнату какую-нибудь. На еду в пятерочке или в Ашане можно сертификат подарить. Прекрасному нет предела. И последний подарок это именные сладости. Можно обратиться в какую-нибудь компанию специальную. И на шоколадках напечатают вашего друга, маму, папу или парня. А если вы не успели и нужно вот-вот купить подарок, быстро-быстро предлагаю вам. Можно купить перчатки новогодние теплые, шерстяной плед. Можно купить ночник. Можно купить кофе или чай. Можно купить брелок, подарочный сертификат. И раскраску для взрослых, и настольные игры, и красную икру. И тапочки, и носки. И термокружку. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то, пожалуйста, поставьте большой-большой-большой лайк. Подпишитесь на канал. И буду рад увидеть вас в следующем году. А если даже и не в следующем, то в этом. Если я в этом успею выпустить еще один ролик. Большое спасибо за просмотр. И увидимся. Увидимся совсем скоро. Желаю удачных выходных, праздников. И всего самого лучшего по жизни. Все. Пока. Все.